Всех абхазских христиан поздравляю с этим праздником. Этот праздник Пасхи здесь, в Иерусалиме, ощущается еще больше. Всенародное ликование у христиан. Схождение благодатного огня произошло где-то полтретьего сегодня днем. Видеокадры мы вам покажем чуть позже, как христиане радовались этому событию, и мы были частью этого праздника и ликования. Здесь было очень много полицейских и было очень много гордонов, поэтому вся делегация в полном составе прийти в храм гроба Господня, где происходило схождение благодатного огня, в этом месте мы не сумели. Разделились по частям. Однако организаторы паломничества и оператор Роберт Джопа были внутри храма гроба Господня, и они сняли эти кадры, как происходило. На самом деле, немножко расскажу о церемонии. Первым благодатный огонь принимает Феофил Третий Иерусалимский, патриарх Иерусалимский, он глава греческой православной церкви. Присутствуют при этом все конфессии. Феофил в одной рубашке, его проверяют, чтобы с ним не находились предметы, которыми можно зажечь человеческой рукой огонь. Как происходит это значимое событие? В Пу-Викле появляются некоторые искры, которые сопровождаются с характерным звуком. Они собираются в одном месте, затем патриарх подходит к ним с ватой, соприкасается с ватой и зажигается огонь. И это происходит в присутствии других представителей других конфессий. Одним словом, и еще что хотела бы добавить, очень важно, люди молятся, чтобы появился благодатный огонь, потому что, если его не будет в этом году, это значит быть беде. Раз он есть, раз он снизошел, слава Богу, значит все будет хорошо. Еще одна интересная история. Прежде чем войти в храм, все христиане останавливаются и целуют вот эту среднюю колонну. Мы покажем вам вблизи, потому что несколько сот лет назад сюда не пустили христиан во время схождения благодатного огня. И христиане стали молиться у этой колонны. При этом благодатный огонь, как обычно, не в Кувикле появился, а именно появился в этом месте. И можно увидеть, как рассечена эта колонна. А с благодатным огнем часть делегации в Абхазии будет к 11 ночи. Сейчас они летят в самолете чартерным рейсом, везут благодатный огонь в Абхазию. Это уже несколько лет подряд. А паломники пока остаются в Иерусалиме. Завтра мы здесь встречаем Пасху, а затем в понедельник отправляемся в Ифлием. Пока все у меня.